Сегодня мы предлагаем вам заняться изготовлением новогодних украшений. Работаем с большими и малыми шарами в технике докупаж, а также используем различные декораторские приемы от росписи до вязания крючком. Конечно же, не забыли мы и про подарочную упаковку и предлагаем вашему вниманию забавную красную коробочку. Авторы программы желают вам успехов и надеются, что помогут порадовать ваших друзей и близких оригинальными подарками. Здравствуйте, милые модницы и рукодельницы! Меня зовут Наташа Фухтина. Я рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодняшнюю программу мы посвящаем изготовлению подарков. Мы будем делать с вами новогодние шары для украшения елки. А кто, собственно говоря, сказал, что шары это плохой подарок? Как приятно рассматривать свою красиво наряженную елочку и вспоминать, где вы купили эту игрушку. Кто вам подарил ту, а эту вы сделали своими руками, и она была вашей первой рукотворной вещицей. Елка с историей. Что может быть лучше? Да и, собственно говоря, для изготовления таких милых вещиц вам не понадобится большое количество времени и каких-то супер дорогих материалов. Все просто, доступно, а главное декоративно и очень уютно. Прежде чем вы решите сделать какое-то украшение для вашей елочки, обязательно обратите внимание на ее размер и, соответственно, этому подбирайте заготовки для игрушек. Совершенно нелепо смотрятся большие шары на маленькой елочке и очень трудно разглядеть маленькие на большой. Хотя шарами совершенно не обязательно украшать только вечно зеленое деревце. Думается, что у вас найдется масса местечек в доме, которым понадобится праздничный декор, который, конечно же, будет зависеть только от вашего вкуса и фантазии. Итак, начнем с заготовок. Для изготовления наших игрушек нам понадобятся вот такие пенопластовые шары различных размеров. Продаются они практически во всех флористических магазинах. Эти изделия очень хороши для маленьких детишек и транспортировки, поскольку не бьются и совершенно нетравмоопасны. Если же вы при выборе игрушек не преследуете этих целей, то, согласно нашим инструкциям, можете украшать и стеклянные шары. Декоративный эффект будет абсолютно тот же. Начнем вот с такого большого белого шара, украшенного картинками, будто бы вырезанными из детской книжки. Такое новогоднее украшение, несомненно, порадует ваших детишек. Мало того, что шар получился интересным по цветовому решению, он еще и достаточно информативен. Можно бесконечно рассматривать забавные сценки с детишками на его круглых боках. Еще замечу, что наш шар выполнен в технике докупаж. Это, пожалуй, самый простой из всех способов украсить быстро и недорого свой дом и предметы, находящиеся в нем к празднику. Итак, наш второй шарик, хотя и сделан он в той же технике, что и первый, но очень от него отличается. Это яркое цветовое пятно, которое притягивает к себе взгляд, а уже потом мы замечаем на нем декор. Хотя при изготовлении подобного украшения все начинается с этих милых домиков и снежинок. А уж цветовое решение подбирается по ощущению. В данном случае у нас получился синий шар, но вы вполне можете поиграть с цветом и создать украшение для вашей елки иного оттенка. Процесс изготовления подобного шара, конечно же, потребует от вас немного усилий, поскольку у каждой домика снежинки вырезаны из трехслойной бумажной салфетки и скомпонованы на шарики и последовательно приклеены. Определенного терпения и аккуратности потребует и прорисовка фона. Вам же придется тщательно заполнить пространство между элементами декора, при этом не окрасив его. Да, это трудно, но результат, который вы получите в итоге, с лихвой окупит все усилия. Наконец, предлагаю вам третий, большой шар. Мне он нравится больше всех, поскольку кажется очень объемным за счет широкой белой полосы посредине. Наша игрушка разделена на три сектора. Верх и низ раскрашены синей акриловой краской и расписаны белыми акриловыми снежинками. А в центре у нас докупаж из полосы с домиками. А это рукотворная коробка. Обязательно порадует всех от мала до велика. Она буквально предвосхищает появление из ее недр изысканной вещицы. Тематически она также соответствует году свиньи, поэтому украшена деревенскими сценками с участием разных животных. А красный цвет и золотой контур добавляют ей нарядности и праздничности. Самая большая сложность при декорировании таких упаковок, чтобы лежащий внутри подарок не разочаровал. То есть коробка не должна быть красивее и интереснее самого подарка. Итак, мы с вами сначала делаем подарки, а затем уже украшаем коробочки для них. Итак, для того, чтобы нам изготовить вот такую замечательную новогоднюю игрушку, нам понадобятся с шар пенопластовый большой, белые трехслойные салфетки, клей ПВА, трехслойные салфетки с понравившимся нам рисунком и, конечно же, маленькие ножницы, клей для декупажа, плоская, не очень жесткая синтетическая кисть, лак акриловый, суперклей, тесьма и деревянная бусина для изготовления нашей подвески. А самое главное, для работы нам нужно найти деревянную палочку, на которую мы прежде всего и надеваем наш шар. Начинаем с того, что необходимо нам подготовить поверхность для грунта. Для этого мы берем клей ПВА и белые салфетки, которые заранее порваны на маленькие кусочки. И держа вот таким образом заготовку, начинаем ее обклеивать салфетками с помощью кисточки. Нам достаточно выложить один такой салфеточный слой, чтобы затем начать грунтовку изделия белым акрилом. Позволю еще себе напомнить вам, что совершенно необязательно искать именно такие пенопластовые шары, а любой стеклянный шар, проклеенный и загрунтованный по этой технологии, вы сможете декорировать, следуя нашим инструкциям. После того, как мы с вами покрыли белым акрилом наш шарик и пока он сохнет, мы подбираем салфеточные мотивы для декора и вырезаем их маленькими острыми ножницами. Также мы не забываем про мелкие фрагментики, которыми украсили незаполненные декором места. Обязательно отделяем верхний слой с рисунком от салфетки и клеем для декупажа или клеем ПВА, разбавленным водой в пропорции один к одному, приклеиваем их к шару плоской синтетической кистью. Клеим обязательно с середины мотива к краям, аккуратно расправляя рисунок, чтобы не образовалось морщинок и складочек. И нам с вами только останется покрыть наш шар акриловым лаком и сделать подвеску. Для этого мы вынимаем палочку из шара, отрезаем кусок атласной тесьмы, складываем ее пополам и с помощью крючка для вязания надеваем на нее деревянную бусину. Затем берем суперклей, смазываем кончики ленты и с помощью все той же палочки вставляем ее в шар. Подтягиваем бусину и крепим ее узелком. Вот и все. Наше замечательное новогоднее украшение готово украсить любую елочку и интерьер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, раскрашивая ваши шары в различные цвета, даже в том случае, если используете один и тот же декоративный мотив, вы сможете неимоверно разнообразить весь ассортимент елочных украшений. Посудите сами, совершенно по-другому смотрятся два одинаковых шарика разного цвета. Уделите особое внимание и подвескам. Набранные на нить бусины станут неплохим украшением любой елочной игрушки. Для изготовления такого яркого шарика, украшенного домиками, нам понадобится стеклянный или пенопластовый шар среднего размера, салфетки бумажные белые, клей ПВА, салфетки с рисунком и маленькие ножницы, клей для декупажа, синяя акриловая краска, акриловый лак, суперклей, лента атласная и деревянная бусина. Мы берем деревянную палочку и одеваем на нее нашу заготовку, чтобы удобно было работать. Еще эта палочка дает нам очень хороший ориентир. Она является центром, по отношению к которому мы и компонуем все фрагменты на изделии. Сначала мы готовим нашу поверхность для грунтовки. Мы обклеиваем наш шар белыми салфетками, клеем ПВА одним слоем. После высыхания клея покрываем наше изделие акриловой белой краской. Такой грунт просто необходим для того, чтобы у нас получилось качественное изделие, которое нам послужит не один год. В противном случае краска может отколоться и шарик потеряет свой изысканный вид. Следующим этапом нам необходимо из салфетки вырезать домики и снежинки, отделить верхний слой с рисунком и приклеить все это декоративное разнообразие на шарик специальным клеем для декупажа, плоской синтетической кистью. Как только клей у нас высохнет, мы начинаем синими акриловыми красками и тонкой кистью заполнять фон между наклеенными мотивами. Шарик получается очень ярким и объемным. После всех процедур мы покрываем его акриловым лаком и делаем оригинальную подвеску. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, у меня есть один совет для тех, кто только начал заниматься декупажем. Иногда бывает так сложно распределить вырезанные мотивы на круглом предмете, чтобы они заполнили собой равномерно поверхность. Есть выход. Вырезаем фрагмент и булавочкой прикалываем его к тому месту, к которому впоследствии намереваемся приклеить. Собственно говоря, и все. Если вам нравится по композиции, тогда вынимаем по булавочке и по фрагментику приклеиваем. Для изготовления такого комбинированного нарядного шара нам понадобятся следующие материалы. Заготовка стеклянная или пенопластовая, как в нашем варианте. Салфетки белые, клей ПВА, акрил белого цвета, салфетки с рисунком, которые мы подобрали для декора, маленькие ножницы, клей для декупажа, кисти плоская синтетическая и тоненькая натуральная, акриловая краска синего цвета, акриловый лак, тесьма, суперклей и деревянная бусина. В этом варианте работаем по тому же принципу, которым мы делали два предыдущих шара. То есть мы вставляем деревянную палочку и оклеиваем поверхность, слоем белых салфеток, клеем ПВА и грунтуем все это изделие белым акрилом. Затем мы маленькими ножницами вырезаем из салфетки рисунок-полоску с домиками и прикладываем ее к шару. Если есть излишки, то мы их отрезаем, а если не хватает мотива, то добавляем еще. Теперь самое сложное. Нам нужно аккуратно плоской синтетической кистью приклеить полосу с домиками к шару специальным клеем для декупажа. Клеим аккуратно от центра, расправляя салфетку, по возможности избавляясь от морщинок и складок. Как только клей подсохнет, мы начинаем наносить сверху и снизу синюю акриловую краску. Но, конечно же, для ускорения процесса высыхания мы можем воспользоваться феном для сушки волос. После того, как синий фон у нас высох, мы берем с вами ватную палочку, обмакиваем ее в белый акрил и, оставляя на поверхности белые точки, оформляем нашу белую полосу по синему фону, как бы обрамляя ее. Теперь нам осталось произвольно нарисовать кисточкой белой акриловой краской снежинки и, конечно же, сделать подвеску из тесьмы и деревянного шарика. В итоге мы с вами получили не только красивое украшение для елки, но и изысканный подарок, которому будут рады все друзья и близкие. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Кстати, предлагаю еще один вариант украшения елки. У садоводов-любителей в зиме освобождается масса маленьких горшочков для рассады. Вот из них-то я и предлагаю сделать колокольчики на елку. А все очень просто. Покрываем белым акрилом поверхность, приклеиваем вырезанный из салфетки рисунок, а клеевым пистолетом крепим к донышку горшка тесьму с подвеской. Вот и все. Обычный пластиковый горшок превратился в изящный колокольчик. Самое замечательное, что по окончании праздника горшочек легко вернется в прежнее состояние. И вы с ним продолжите свои садово-огородные эксперименты. Для изготовления такой нарядной подарочной упаковки нам понадобится обычная картонная коробка, акрил белого цвета для грунтовки, салфетки бумажные с деревенскими сюжетами, маленькие ножницы, клей для декупажа, две кисти, плоская синтетическая и тонкая натуральная, и акрил красного цвета для прорисовки фона, и, конечно же, контур золотого цвета. Собственно говоря, это самое простое и самое нарядное изделие, которое мы сегодня с вами делаем. Такую подарочную коробку запросто сможет изготовить даже ребенок, но под вашим чутким руководством, конечно. Мы берем с вами коробку и в обязательном порядке грунтуем ее белым акрилом. Пока она у нас сохнет, мы берем салфетки с рисунком и произвольно вырезаем целые сценки. Самое главное при вырезании, чтобы все картинки получились округлыми, то есть без острых краев. Размещаем их на поверхности коробки и приклеиваем специальным клеем для токупажа или клеем ПВА, разведенным водой в пропорции один к одному, плоской синтетической кистью. После того, как вся наша коробочка украшена такими замечательными сценками, мы берем акрил красного цвета и заполняем им все оставшееся непокрытое рисунком место на коробке. После того, как краска высохла, нам осталось только придать нашей упаковке более законченный праздничный вид, что мы и делаем с помощью золотого контура. Мы произвольно зигзагообразными движениями обводим все картинки и рисуем завитушки. Вот и все. Наша коробочка готова для самого замечательного, нарядного и изысканного подарка, сделанного также вашими умелыми ручками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, собственно говоря, это все на сегодня. Мы с вами только лишь слегка прикоснулись к теме декорирования новогодних игрушек, поскольку она необычайно объемна и разнообразна, как и сам этот замечательный зимний праздник. Но тем не менее, уверена, что вы получите удовольствие от работы и от процесса одаривания друзей и близких рукотворными вещицами, которых, я надеюсь, вы подготовили немало. Мы сегодня с вами сделали вот такой замечательный большой белый шарик для дочки. Пусть забавляется, разглядывая веселые картинки на нем. А в подарок для свекрови сделали синий шарик с домиками. После такого подарка вы наверняка станете для нее любимой невесткой. Своей коллеге вы можете преподнести вот такой большой шар с домиками и снежинками. Вот она обрадуется. А то, что вы подарите своей лучшей подружке, скроет эта замечательная коробочка. Скажу одно, что сам подарок исключительный. А какой? Все зависит только от вас и от вашей фантазии и творческих предпочтений. Мне осталось только сказать вам, что по всем прогнозам в следующем году, так же, как и в этом, будет очень модно дарить радость и подарки родным и близким. Не выйдут из моды люди, увлекающиеся и умеющие что-то делать. А уж сработанные вашими умелыми ручками вещицы из моды не выйдут никогда. Очень хочется пожелать вам, чтобы в ваших домах всегда был мир, достаток и уют. Чтобы вас радовали ваши детишки своими успехами. Чтобы ваши родители были спокойны, чувствуя вашу заботу и любовь. Чтобы вы были здоровы, благополучны и счастливы. И обязательно, чтобы у вас всегда оставалось немножко времени для творчества. На этом я, Наташа Фохтина, прощаюсь с вами до новых идей. Всего доброго и до свидания. С Новым Годом! С Новым Годом!